Как говорится, земля родила, земля и примет. Эта поговорка уже совсем скоро уйдет в прошлое. Сегодня власти официально объявили о строительстве у нас в городе Крематория. В мэрии уже подготовили проекты, по их планам комплекс должны подстроить в следующем году. Сейчас же ищут инвесторов, ведь дело это очень дорогостоящее, правда точные суммы пока не называют. Мы комиссии выезжали в город Новосибирск, в город Москву на Троекуровское кладбище, где изучали систему строительства Крематория. Проект может быть реализован только совместно с Колумбарием, естественно, потому что оказывать услуги по кремации без услуг размещения праха это неправильно. Согласно проекту это будет целый комплекс. Колумбарии, залпрощания, а рядом лавочки, клумбы, цветы и брусчатка. Ей, по словам вице-мэра, будет уделено особое внимание. Вообще вопрос строительства Крематория поднимается уже 4 года подряд. Особенно остро проблема встала этой зимой, когда власти поняли, мест на красноярских кладбищах не хватит и до конца этого года. Тогда и зашевелились. Поначалу искали место для нового кладбища, как вариант рассматривался участок в Березовке. Но в конце концов в мэрии пришли к тому, что одним кладбищем спасти ситуацию не удастся и без Крематория миллионному городу не обойтись. Появится Крематория здесь, в районе кладбища Бодолык. Власти сейчас определяются с участком. Помимо этого, как заявили сегодня в мэрии, здесь появится еще и дополнительный погост для захоронения тел, ведь не все до сих пор готовы к таким переменам. Ну вообще, если взять православие, то у людей как бы привыкли, что они хоронят людей. Ну я не знаю, ну сжигать людей это кощунственно. Ты знаешь, что значит? Да. Недавно на встрече с одногруппниками мы обсуждали эту тему. Одна сказала, похоронят, сожгут, точнее сожгут и будет все замечательно. А другая сказала, нагребут тебе пепло какого попало и будешь ты потом с этим жить. То есть я не поняла, что лучше. Я бы предпочла, наверное, чтобы у меня была скромная могилка и белые розочки. Однако есть и те, кто обеими руками за крематорий, но говорят, строить его нужно точно не в городе. Все-таки это такое печальное место еще раз добавлять вот это горе людям. Мне кажется, где-то должно быть за городом и как парк красивый такой, куда люди могут выехать со своими детьми, внуками и ну как бы вспомнить, кто захоронен. Однако пока крематорий – это история очень призрачная. Ведь ни сроки, ни бюджет проекта еще не определены. И из инвесторов на предложение пока никто не откликнулся. Софья Питеркина, Владимир Антонов, Новости ТВК.